Высшая школа экономики предлагает правительству внедрить современный механизм общественного контроля. Для начала это предусматривает публикацию декларации о том, каких результатов конкретное министерство стремится достичь в той или иной области. Об этом сообщает газета «Ведомости». Такие декларации должны стать ориентиром для общества и для самих сотрудников этих ведомств. Предполагается и контроль за выполнением этих обязательств. Если эксперимент будет реализован, он может стать частью большого проекта «Открытые данные». О том, что такое «Открытые данные» и зачем они нужны гражданам, мой коллега Владимир Нестеров расспросил министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Здравствуйте, Михаил Анатольевич. Добрый день. Первый вопрос. Сегодня состоялся совет по «Открытым данным» Открытого правительства. Почему именно «Открытые данные»? Что это такое? Действительно, первое заседание Совета комиссии правительства России по открытому государственному управлению было посвящено именно вопросам открытых данных, потому что именно «Открытые данные» является тем фундаментом, на которых и у нас в России, и за рубежом строится система открытого государственного управления. Без современных технологий предоставления и обработки информации невозможно обеспечить режим и систему открытого государственного управления. Поэтому для реализации проекта «Открытые правительства» в России открытые данные, безусловно, являются приоритетом. А что вообще такое «Открытые данные»? Несмотря на замысловатость формулировки «Открытые данные», за этим стоит современная высокая технология представления и обработки информации. Зачастую сталкиваются потребители информации, предоставляемой министерствами и ведомствами в сети интернет, что информация представляется в плохо читаемом виде, в виде отдельных сканированных копий документов, обработать которые невозможно, а иногда тяжело понять. Так вот, технология представления информации в машиночитаемом виде является современной технологией как ее представления, так и обработки. На что это влияет? Первое, это влияет на возможность использования повторного этой информации для разработки интернет-приложений и для предоставления ее в более удобном виде конечному пользователю. Второе, это влияет на скорость обработки и глубину распространения информации. То есть, на сегодняшний день мы рассчитываем, что интернет-сообщество, интернет-индустрия, получив такую новую возможность доступа к информации в машиночитаемом виде, в формате открытых данных, сможет предложить для конечных пользователей свои новые продукты. К чему это приведет? Первое, это, безусловно, приведет к серьезному росту интернет-индустрии. На сегодняшний день по показателю развития интернет-индустрии мы существенно отстаем от передовых стран. Интернет в экономике России занимает только 1% ВВП. У наших европейских соседей это от 5 до 8% ВВП. Причина в этом очень простая. Нет цифрового материала для создания новых продуктов. Открытые данные, как массивы информации, представляемые в машиночитаемом виде, позволят создавать новые интернет-продукты, которые востребованы конечным пользователям. Для чьих нужд создаются эти продукты? Для нужд бизнеса и для нужд развития экономики, которые позволяют и предпринимательским сообществам, предпринимателям более активно пользоваться открытой информацией, предлагая и используя это в своей экономической деятельности. Второе. Эти данные активно будут пользоваться гражданами для повышения качества среды обитания. Третье. Общественные организации получат возможность использовать эту информацию, представляемую в таком виде, для реализации гражданского контроля. При реализации единого федерального портала «Электронный бюджет» любой гражданин России будет иметь возможность в режиме реального времени увидеть, куда расходуются средства федерального и регионального бюджета, а также средства, расходуемые на уровне местного самоуправления. А какие данные, на ваш взгляд, должны быть открыты в первую очередь? Мы специально для того, чтобы ответить на этот вопрос, проводим серию опросов на открытых интернет-площадках пользователей о том, какую информацию они хотели бы видеть открытой в первую очередь. Традиционно пользуются высоким рейтингом интереса такие отрасли, как раскрытие информации о деятельности жилищно-коммунального хозяйства, а если говорить конкретней, о деятельности управляющих компаний, которые оказывают услуги в сфере ЖКХ, с подробным и детальным раскрытием информации о качестве предоставляемой им услуг и отчетных данных по их деятельности. Очень востребована информация, связанная с образованием и здравоохранением. Вот, наверное, это три приоритета. Неожиданно, но важно то, что пользователи сети интернет хотят знать больше информации о статистике правонарушений. Это позволяет, с одной стороны, реализовывать элементы гражданского контроля за деятельностью правоохранительных органов, а с другой стороны, это позволяет, в том числе, и принимать решения, связанные с жизнью простого гражданина, где выбирать и покупать жилье, где и каким образом обеспечивать собственную персональную безопасность. Вы упомянули три пункта ЖКХ, здравоохранение и статистика по правоохранительным органам. Это все, безусловно, данные, которые интересны простым гражданам. А какая польза от открытых данных для бизнес-сообщества? Одной из важных задач в работе Совета по открытым данным – построение системы открытости государственных расходов. Для реализации этой задачи в ближайшее время мы предполагаем рассмотреть новую для России систему – систему электронный бюджет, которая будет внедряться, начиная с 2013 года. Эта система предусматривает предоставление открытой информации в общем доступе относительно всех расходов государства, как на федеральном, так и на региональном уровне. Для реализации этой системы нужны вот те открытые данные, которые в этом высокотехнологичном виде должны будут представляться для конечного пользователя и собираться с уровня местного самоуправления регионов консолидироваться на уровне единого федерального портала. Мы предполагаем в ближайшие две недели провести открытые экспертные слушания по обсуждению предложений по формату и основной архитектуры вот этого федерального ресурса электронного бюджета. И надеюсь, что в том числе члены экспертного совета правительства Российской Федерации подготовят свои предложения и замечания, которые в дальнейшем будут учтены разработчиками при доработке и запуске электронного бюджета в формате единого федерального электронного портала. Он будет интересен как для рядовых граждан, так и для экспертов, а также для предпринимателей, потому что при помощи этого продукта возможно, с одной стороны, реализовать желания и задачи в области общественного контроля за госрасходами, в области общественных финансов, а с другой стороны, определить для бизнеса основные направления расходования средств государства, а это, в свою очередь, поможет бизнесу в том числе расставить правильно приоритеты своего развития, исходя из расходования государственных средств. Потому что расходы государства составляют большую часть экономики, и бизнес должен принимать активное участие в реализации проектов, связанных с государственными расходами. А зачем государственным органам открывать свои данные? Ну, это существенным образом поможет им повысить качество государственного управления. Потому что, с одной стороны, конечно же, повышение, например, общественного и гражданского контроля за деятельностью в министерстве ведомств – это задача беспокойная для руководителей, и министерства. А с другой стороны, она помогает изменить качество управления в министерствах. Она позволяет дисциплинировать сотрудников, государственных служащих, и это безусловное благо. Второй важный аспект. Дело в том, что раскрытие информации в данном технологичном формате позволяет в значительной степени оптимизировать расходы при правильном ее использовании, что на сегодняшний день крайне важно, потому что бюджетные ограничения, которые есть у министерств и ведомств, иногда не позволяют качественно и своевременно выполнять определенные расходы государства. Этот инструмент поможет им в решении этой задачи. Поговорим о деятельности открытого правительства в целом. Какие приоритеты вы бы обозначили в первую очередь? Безусловно, реализация концепции по открытым данным. Этот соответствует требованиям майских указов президента Владимира Путина. И мы рассчитываем в рамках реализации этой концепции к июлю месяцу обеспечить раскрытие информации по 500 наиболее приоритетных пакетов открытых данных по ключевым министерствам и ведомствам. Для нас это приоритет работы в 2013 году. Большое внимание будет уделено вопросам подготовки и принятия правительством Российской Федерации стандартов открытости для министерства и ведомств. Мы рассчитываем закончить эту работу в мае. Другими словами, наша задача подготовить некоторую нормативную базу для работы министерства и ведомств в формате открытости. Для того, чтобы осуществлять эту работу и планировать эту работу на уровне министерств на основании уже определенных стандартов и правил. С одной стороны, с другой стороны, дать возможность обществу контролировать и оценивать, насколько эти стандарты исполняются. Вопрос реализации и совершенствования системы общественного и гражданского контроля за деятельностью органов исполнительной власти по наиболее приоритетным направлениям, таким как государственные расходы, закупки и государственные инвестиции. Другой блок вопросов, связанных с повышением качества общественного контроля, будет касаться реализации задачи по оптимизации контрольно-надзорных функций, осуществляемых министерствами, а также государственных услуг, которые органы исполнительной власти реализуют для граждан нашей страны и для бизнеса. Вот тот набор основных направлений, который является неисчерпывающим. Повестка дня и задачи открытого правительства постоянно обновляются. Обновляются в соответствии с предложениями экспертного совета, которые мы создали при правительстве России. С одной стороны. С другой стороны, много работы у нас добавляется, исходя из задач, которые ставят мои коллеги по правительству, министры и вице-премьеры правительства, в честь оказания им экспертной поддержки при выполнении тех задач, которые поставлены председателем правительства. А насколько министерства идут навстречу этим требованиям? И существуют ли какие-то обязательные сроки для министерства? Задача к июлю месяцу раскрыть информацию по более 500 приоритетным пакетам информации, с одной стороны. С другой стороны, для них использование информации, предоставляемой для пользователей в формате открытых данных, помогает оптимизировать систему управления министерства и ведомств. Оно помогает сокращать расходы, помогает более четко ставить задачи, будет реализован на более эффективном уровне задачи, связанные с общественным контролем, которые, с одной стороны, для министерств беспокойны, с другой стороны, помогают повысить качество госуправления. Продолжение следует...